Продолжение следует, которое, как замечательно, начали астрофизики, мы будем на сей раз говорить больше о космологии и о возможности связи космологии с физикой частиц, чтобы было хоть и немножко интересно это и уйдет в виду. Сначала я дам краткое введение на определенные параметры и неких словарь, а потом буду постепенно говорить об истории Вселенной и о проблемах, которые возникают. Хорошо. Значит, начинается все со стандартной космологической модели. Это почти такая же аббревиатура. А нет, никакой только палки. Да, наверное, так показывать. Вот это? Ну я до публики не надеялся. Не важно. Есть стандартная космологическая модель, которой тут аналог известен. Эти аббревиатуры МСМ, занимавшая стандартная модель, есть еще другая стандартная модель, называемая стандартной космологической моделью. Теоретически она основана, так сказать, на общей теории относительности с классическим действием Эйнштейном Гильдертом, которое содержит вот эту букву R, что есть скалярная четвертая, скалярная кривизна пространства времени, а А с буквой М – это метрика материи. R является функцией координат их первых и вторых производных. Но совершенно удивительно, что уравнение… Обычное действие является функцией первой координаты. И мы получаем уравнение второго порядка, используя принципы неймального действия. А здесь хотя и входят вторые производные, но они входят линейно. Это очень кривиальное обстоятельство. И благодаря этому уравнения Эйнштейна являются уравнениями второго порядка. И это очень хорошо, в том смысле, что никаких патологий в них нет. А если попытаться работать с уравнением высшего порядка, то там надо быть очень осторожным, вывязать много всякой гадости. Сейчас, в период уже давно, когда ничего святого не остаётся, и всё, что можно поломать, ломают. И, в частности, пытаются модифицировать общее телоотносительности и вводить в дополнение к Эйнштейна, еще не линейно, лучше скаляркуризм. Это, если вводить не скаляркуризмой, то это, оказывается, ситуация приличная. Хотя много интересного. При этом возникают, если вводить более сложные комбинации, типа тензора Ричи нужны, тензор Ричи нужны, мелко скаляркуризм, или что-нибудь еще посложнее, то в этом случае возникают духи ровны, духи, и, в общем, тут надо быть совсем осторожным. В этой ситуации все-таки положение легче, и я об этом не просто так говорю, а потому что для описания, но немножко позже скажу, для описания ускоренного расширения Вселенной, в частности, вот такая вот модификация является сейчас довольно популярной. Вот. Уравнение Эйнштейна хорошо известны. Тензор Эйнштейна. Равнение левая часть равно правой. Напоминает, что Рубакова какая-то гитая. Что-что? Рубакова. Рубакова, он не модифицировал ничего. Он пытался делать, это самые конформные варианты теории, но это немножко не то. А так это здесь, скажу потом, кто в этом месте работал, он из наших российских физиков, это Старобинский, причем он начал это давно, вводя R квадрат, ну и позже вот сейчас в связи с ускоренным расширением в том, что был довольно противную выглядящую функцию, например, там одновременно было три работы с примерно одинакой энерзовской функцией, но может быть очень интересно. Вот. Здесь, значит, действительно, тензолюсты на равен тензолюмер и импульсов, ну, с точностью гравитационной константы, которую я здесь пишу как обратную массу тронгов в квадрате. Вот если в нулевом приближении, в главном приближении, мы предполагаем, что вещество распределено однородно изотропным, и тогда метрика имеет форму, которую называют метрикой Фридмана Робертон Локера, сейчас еще хотят назвать тебе букву или метр, может еще кто-то, по-моему, был вторым человеком, который это рассматривал, но и имеет очень простой вид, а именно временной интервал, умноженный на скалярную функцию, которая называется космологическим масштабным фактом, и внутри стоит пространственный интервал, который в случае если k в нулю этого формировки, я имею в виду, что k в нулю мы получаем отличный круглый диаметр. простой, и, я бы сказал, в маловероятный случай, похоже, действительно анализуется в природе с точностью до нескольких процентов. Хорошо, значит, в такой метрике мы и будем в нулевом приближении работать, но люди, это очень важная часть космологии, изучают неоднородность и отклонение метрики от идеального случая, например, Роберсона мутер, когда есть неоднородность в распределении материи, но мы живем все-таки в неоднородном мире, и вселенная была однородной, с хорошей точностью очень-очень давно, на очень ранней стране. И для того, чтобы написать вот эту неоднородность, нам нужно писать более общее выражение для интервала, и учитывать отклонение вот от этого идеального случая. обычно это делается по крайней мере на начальном этапе эволюции с точностью до первого порядка разложения по отклонению от однородного метрики. Иногда даже рассматривают второй порядок очень большое занудство, но примерно работает посередине 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 вот чудеса техники вот и когда покуда отклонения от однородности невелики то есть дета ро вариации плотности фоновой плотности кро дета ро кро много меньше единицы можно работать аналитически или по крайней мере численно лишать обыкновенные дифференциальные уравнения частных приборов. когда дельта ро оказывается порядка 1 происходит очень быстрый рост дельта плотности и тут аналитические методы не работают и используется так называемая численная симуляция вот когда всю систему аппроксимирует большим количеством холодной материи шариков взаимодействующих только гравитационно и компьютер уже дальше сам говорит как эти шарики будут двигаться при действии гравитационного взаимодействия масса этих шариков просто от бедной жизни порядка миллиона масс солнца то есть отношение к обычной темной материи она имеет может быть весьма небольшой ну черные дыры этих черных дыр наверняка не делают темные материи значит в случае ясных в нулевом продвижении когда справедлива метрика фридмол мы имеем обычные хорошо известные фридмолские уравнения а именно х квадрат что есть параметр х выражается через плотность энергии и минус некоторая константа деленная на масштабный фактор то есть х фактически плотность энергии ну и некий добавочек зависящий от генметра а как мы увидим из наблюдений есть второе уравнение для ускорения а с точкой на а который пропорционально ров плюс 3b в общем все это выводится буквально из уравнения Эйнштейна довольно занудно но можно есть журнические способы вывода которые позволяют вывести на полустраничке эти уравнения но в всяком случае оба точные результаты точный подход здесь очень важно для нас для того что существовало то что в общей теории относительности гравитирует не только плотность энергии но и давление вот в этом большое отличие от лейтоновской теории где гравитирует плотность массы и давление может быть отрицательным именно благодаря тому что давление было когда-то сильно отрицательным по порядку или менее по абсолютной величине и произошло первоначальное расширение вселенной так называемая инфляция а то что мы сейчас видим в основном это развод уже по инерции вот и есть третье уравнение эволюция производности энергии причем последнее уравнение это есть условие сохранения дензор энергии пульса вот производная кавариантная производная дензор энергии равна ну вот это потому что левая часть обращается в ноль это уже некая кинематика вот то что кавариантная производная дженни это чисто климатическая вещь но вроде как в Максвеловской электродинамике уравнение Максвелла имеет вид дмю и фминю равняется току а вторая производная дмю 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 хорошо еще конечно очевидно что из этих трех уравнений только два независимых потому что одно есть просто кинематическое следствие сохранения дензора Эйнштейна вот а у нас имеется три переменных три независимых масштабный фактор плотность энергии плотность давления в этом идеальном случае то нам нужно еще какое-то уравнение вот сейчас я немножко отвлекусь на то что как описывается ситуации в том случае когда плотность неоднородная кстати тут вот сразу есть такая тонкость что если мы неудачно идем когда я говорю что вселенная однородная изотропна это подразумевает что есть такая система координат в которой ρ может зависеть только от времени я могу выбрать какую-то другую систему координат в которой ρ может быть функция х но это вот просто есть результат неудачного выбора и мы думаем что если мы выберем систему координат связанную с скажем с тушь в которой реликтовое излучение изотропло она как раз такая как нужно и это более-менее совпадает с тем что мы видим на ней но за исключением типуальной асимметрии реликта которая есть чисто доплерский эффект связанная с движением нашей системы со скоростью что говорите ротте 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 нет я хочу сказать что для того чтобы описать возмущение плотности я должен зависеть от текста чтобы реликтовое излучение было было да в нулевом приближении там где реликтовое излучение изотропло с точностью если включить дикон то можно выбрать это физическое твердение рот который был бы только фунцит но все-таки мы знаем что вещество неодноровно и что первоначально были какие-то маленькие однородности которые потом развелись в очень большие которые мы видим сейчас и для этого надо начинать описание вот такого в этом случае метрику надо выводить в более общем деле и для так называемых скалярных возмущений возмущения согласно левшику могут быть скалярными векторными и тензорами левшим был первый человек который в 1947 году занимался теорией роста возмущений эволюции измущений в космологии вот и вот такую классификацию значит векторное возмущение это возмущение скорости которое в космологии реально умирает а тензорные это гравитационные эволюции в том случае интервал если только стоярное возмущение рассматривать скалярные функции только скалярные функции то из них можно сделать вектора как гравитационные бывает если рассматривал векторные возмущения то это чистые вектора диверденции которые примерно в аналоге можно выбрать так называемую ньютоновскую калибровку систему координат цель и обращается в ноль это можно сделать не всегда но только в низшем порядке и в случае если фоновая метрика в общем координатная часть фоновой метрики не зависит от времени во всяком случае в этом случае можно снять сколько лишних последних вот это нет самое последнее да а можно ли предсказать какое-то явление которое связано с тем что нет локального закона сохранения потому что долгая очередь ну конечно и какое заразу существование дефляционная дефляционная глобальная но это я все-таки это важно сейчас покажу вот есть это уравнение да вот раз точкой равняется вот этой штуке для вакуума подобного состояния П плюс Р равно нулю на инфляции наша Вселенная представляла из себя нечто невообразимо малое ну условно скажу что-нибудь типа размера 10-35 сантиметра и там было количество энергии в этом маленьком объеме даже если планковская пилота все равно совсем ничего и оно раздулось с постоянной плотностью и вот этот весь мир сейчас состоит из этого практически ничего мы раздувались но глобально у тебя что она энергия сохраняется но не глобально она сохраняется в этом смысле не глобально сохраняется конечно но вот а вот можно что-то такое предсказать локальное чтобы у тебя было последствием того что закон сохранения локального ну это нормального нет но глобально нет не будет сохраняется нет если пространство обязательно точка плоская ну если я так смотрю в сопутствующем объеме рост точка может оказаться равным нулю если РО равна константно для вакуумно подобного расширения но если рассматриваю то есть фиксируем в сопутствующем объеме а в сопутствующем объеме она растет экспоненциально и чего тут делать но это ну не знаю не знаю может я предсказал какой-нибудь эффект да нет конечно наверняка можно но мы видим что рост точкой я рассматриваю например какой-нибудь зависящий от времени поля рост точкой равно работой гравитационных сил вот и собственно это там свои проблемы связанные с тем что я не могу определить энергию в гравитационном поле вот вот здесь вот тот факт что у меня ковыриант где производная антемия равна нулю ну рассмотрю какое-нибудь нестационарное поле ну и будет там плотность энергии меняться а что наблюдать ну просто плотность энергии будет меняться со временем ну это там любую задачку отжимающиеся облака еще что-нибудь если не честно там пожалуйста это будет равно работе корректационных сил в этом в нейросистическом пределе можно обойтись вот вряд ли я вам больше расскажу теперь еще одно слово обычно полагается в стензурном энергии в виде идеальной формы идеальной жидкости то есть это будет ра плюс п на 4 скорость и минус п на метрический В это плотность давления, РО это плотность энергии. Если мы имеем какой-нибудь газ в тепловом равновесии, мы знаем, как это все выразить через температуру и потенциал газа. И то, что я уже говорил, необходимо нам третье уравнение. И третье уравнение обычно есть уравнение состояния, что П зависит от РО, и совсем-совсем тривиальным образом оно в космологических моделях вводится именно в линейной форме П равняется некий коэффициент W, который часто называют почему-то Омега, умноженное на РО. Надо сказать, что уравнение состояния, то, что П может локально выражаться через РО, ну так, далеко не всегда существует, но за примерами далеко ходить не надо. Например, может быть скалярное поле в таком инсталирующем режиме, и у нас нет того, что П выражается через РО в тот же момент времени. Конечно, я могу ввести W, ну грубо говоря, ввести W, которая есть П деленная на РО, и сказать, вот это и есть уравнение состояния, но на самом деле это ровно бессмысленно, а я должен пользоваться, ну, в скалярную тучу, ровняем плайна гордона, ровняемые движения, которые дают необходимые вещи. Хорошо, теперь стандартные космологические параметры. Это параметр Хаббла, раньше называвшийся Постоянный Хабблом, но Постоянный это бежит со временем. Дальше, критическая плотность энергии, которая равна реальной плотности энергии в мозгом пространстве, в мозгом трюмене в мозгом пространстве, то есть отвечающая КРО на нулю. Это важная величина. И всех плотностей энергии, всех индивидуальных разных форм материи нормируется на него. Мы вводим параллитер Омега, который я потом буду приводить. Именно отношение плотности энергии к какой-то форме энергии, массы, деленной на критическую плотность. Я уже сказал, что Омега полная, а не референция, а не референция, а не референция, а не референция. Это практически тавтология. Еще больше понятия космологического красного смещения. Обычно физически является более правильным, более адекватным и нарядным мерить историю Вселенной не во времени, хотя это тоже иногда полезно, а в терминах красного смещения. Ну, например, я скажу чуть позже, микроволновое исключение перестало взаимодействовать практически с отрывающей средой после рекомендации водорода, что произошло на красном смещении примерно в 1100. А какое время там было? Ну, примерно Вселенная была около 300 тысяч лет образом. И, кстати, насчет этого красного смещения, это важная величина, она практически ни от чего не зависит в каком смысле. Она определяет сегодняшние температуры реликта и температуры, при которой происходит рекомендация водорода. Она происходит при температурах порядка, значит, 1100 на это, порядка 0,2 электрон вольта, что гораздо меньше энергии связи водорода. Ну, определяется, это мало связано с тем, что у нас очень много фотонов на один бареол, и всегда на хвосте распределения найдется экспоненциально мало фотонов, но поскольку их очень много, которые этот водород смогут разрушить. Это называемое уравнение Саха к этому примеру. Так что все это 1100 определяется только плотностью бурионов и энергией связи водорода. Так что вот этот параметр, вот это красное смещение, мы будем на него говорить. А наблюдается на максимальной температуре? Что? Наблюдается на максимальной температуре. Ну, в общем, к нам, если мы говорим, что к нам приходит потоны с температурой 2,7, в этом смысле, в каком смысле мы это наблюдаем? Но правда это не есть наблюдение, поскольку через это мы вычисляем, скажем, время. Но, с другой стороны, мы знаем, мы можем, зная, что сейчас температура 2,7, зная, что она была в 1100 раз больше, мы можем вычислить, например, параметр Хаудла в это время. Или наоборот, по форме возмущения углового спектра. А, телескопами до десятки, насколько мне известно. Во всякие объекты, когда меряются красные смещения разных атомов, все это порядка десятки. И это тоже одна из загадок мироздания, о которой я буду говорить вместе. Раздел под названием «Звезды», которые старше, чем Вселенная. И мы вполне к этому относятся. Там являются объекты, ну, скажем, квазары с красным смещением порядка десяток. И гаммунарство, и все такое. Ну, вот несколько примеров просто, что, если имеется нерелитивство, и каждый из этих примеров реализуется на тот или иной момент. Если мы имеем нерелитивское вещество, то давление примерно из 0. Иногда надо считать поправки. И тогда у нас W-параметр 0. Рус точка минус 3H, и мы получаем, действительно, это более-менее очевидно, что плотность энергии камушков, которые разбегаются, есть обратный объем. В этом смысле УТА автоматически дает закон обывании плотности, ну, потому что она сама собой уважает закон с их вариантом сохранения. Вот их параметр ХАБЛА падает как Т, обратный Т, Т в степени 2 до 5. Имеется релитивистское вещество, когда давление есть РО-натриум, ну, мы все это прекрасно знаем. Ну, более-менее то же самое. Только плотность энергии падает как масштабный фактор в четвертой степени. И это существенно для образования структуры. По той причине, что сейчас, если мы забудем о темной энергии, которая, примерно, является постоянной, значит, то, что мы имеем сейчас, я немножко позже скажу. Где мы сейчас? Вот здесь сейчас. Сейчас здесь имеется вот темная энергия. Эту релитивистское шкало. Имеется примерно в три раза меньше темной материи бариона, которая растет как единица на окоп. И есть на четыре порядка меньше плотность энергии релитивистского вещества, которая растет как единица на четвертой. Где-то они пересекаются. И это называется точка Z-эквилибриум. Который примерно 10 в четвертой. И вот начиная с этого момента во Вселенной начинает образовываться структура. До этого дельтаро-кро оставалось примерно постоянным. А вот с этого момента дельтаро-кро начинает расти. Растет оно примерно как масштабный фактор. И отсюда сняли такой хороший качественный аргумент в фоне существования темной материи. Может я сразу уже и скажу. Дело в том, что когда запускали вот этот известный спутник, за которого Джордж Смуд получил на английскую плевию, в частности он, Кобе, то думали, что дельтаро-кро должно быть гораздо больше, чем открыли на самом деле. То есть флуктуации реликта должны быть на порядок примерно больше. Думание спутника было очень хорошее. Он умудрился открыть еще даже на порядок меньше. Хотя оптимизма, наверное, при создании спутника этого не прибавило. Тогда считалось, что темной материи нету. И это означало, что структура могла начинать расти только в прекрасном освещении во веществе. То есть не только бурионное вещество. По той причине, что электроны очень сильно взаимодействуют с помощью Томпсоновского растения с фотонами. Ранее в комбинации мы имели свободные электроны, которых расталкивали фотоны микроволнового фона. Не давая их слипнуться в какую-то структуру. Они расталкивали электроны, а электроны полону тянулись на протоны. И поэтому считалось, что структура начинает образовываться на красном освещении 1000. Дельта-Рог-Ро должно быть порядка 10 минус 3, чтобы к нашему времени мы могли бы что-то построить. Галактики, звезды и скопления. Дельта-Рог-Ро должно достигнуть 1000 единиц. Если вы обнаружили, что дельта-Рог-Ро примерно 10 минус 4, вывод. И это означает, что на красном освещении 1000 ничего не построишь. Потому что если дельта-Рог-Ро может возрасти как масштабный фактор. Это все показывается аналитически в теории образования структуры. И мы не придем к дельта-Рог-Ро-1 за сегодняшний день. Но с темной материи это можно. Темная материя уже начинает кластеризовываться. И так сказать, выкапывает яму для образования структуры. Еще один может быть ремонт для релятивистского вещества. Иногда важны поправки, которые нередко может быть забывают к релятивистской материи. Но иногда нужны очень детальные, аккуратненькие расчеты. И, конечно, все частицы, даже при нулевой температуре, при температуре творческой массы, являются не полностью релятивистскими. У нас есть поправки. Ему к Т в квадрате. А еще есть, например, конформная аномалия. Потому что даже фотоны не являются полностью релятивистскими. В таком смысле надо за этим следить. И последний режим, который я упомяну, это вакуумоподобный. Когда тензор энергии пропорциональны метрическому тензору. Это практически очевидно. Но те, кто считал чего-нибудь вакуумной флуктуацией в квантовой теории поля, знают, что метрический тензор этих квантовых флуктуаций пропорциональны же меню. Ну и бесконечный, большой, порядка бесконечности в четвертой степени. Ультрофиолетовый параметр обрезания. Ну и для него, по вакууму, есть минус ро вакуум. Ну, конечно, для бесконечного бесконечности говорить трудно. Если есть что-то корречное, мы знаем, что оно есть такое. То в этом случае рост точки есть константы. Это отличает тому, что космологическая постоянность, которая все время вакуума, она действительно есть постоянная. Она пропорциональна вакуумной метре и масштабный фактор. Это как экспонент. И это как раз то, что я вам упомянул. Один из наиболее поразительных результатов, что вся наша Вселенная фактически образовалась из микроскопически маленького объема за счет экспоненциального инфрационного раздума. Ну, это глобальный эффект, может, не интересен. Тогда, пожалуйста. На этом, наверное, квантовые эффекты были преоплодающие. Где? Когда все длинные было в порядке лодковских флук. Ну, в каком смысле квантовые? Мы инфляционную теорию используем специально, в то время, когда эффекты квантовой гравитации не важны. Квантовые эффекты, собственно говоря, от физики частиц, ну, в каком-то смысле были, но так это не очень важно. Ну, обычное квантовое рождение частиц, либо остеллирующим полем от Латона, либо гравитации, но в этом смысле ничего особенного. Это все хорошо известно и хорошо считается. По сравнению вакууму, вот этот инил и квантовые, по штабам весны. Ах, нет, это... Нет. Неправильно. Еще одно замечание, что параметр W вообще не обязательно оказывается больше, чем минус единицы. Больше не равен. И, согласно современным изменениям, он где-то минус 1,1. С ошибками порядка вот этой 1,1. Я вам покажу немножко позже. И тогда возникает совершенно потрясающая картина. Что... Ну, то если W есть точно минус единицы, плотность энергии остается постоянной. А если W со временем вот так. А если W меньше минус единицы, плотность энергии будет расти и расти со свистом. Если W меньше минус единицы, мы приходим за конечное время к символярности, когда плотность энергии станет равна бесконечности. И мне ужасно интересно, я не знаю ответа, хотя, наверное, вчера не может знать, но я не видел в литературе. А именно, что произойдет в этом случае с разными объектами. Ну, то, что галактики разорвутся, это кажется более-менее понятным. То, что Земля разорвется, тоже фактически очевидно. Но вот что произойдет, скажем, с протоном разорвется ли он на кварке или нет, это напоминает бессмертный вопрос из Льва Кассиля. А вот если Хим на слона налезет, то кто с ним Хим сладит? Ответа я не знаю. Это не так может быть просто. По той причине, что это уже сильно неоднородная ситуация. И будет ли работать вот эта штука в случае, когда протон неоднородным образом сидит над вакуумом, я не могу сказать. Может быть и сладить, когда оно стремится к бесконечности. В общем, не знаю. По-моему, этот вопрос отвечаемый и даже может быть интересный с точки зрения того, что произойдет со Вселенной в будущее. Вот. Имеется значение постоянный Хадла. Наконец-то стало ужасно точным. Я еще помню хорошо то время, когда были две конкурирующие группы. Канадская, под руководством Девокулера, который, к счастью, умер. И американская, Сэн Дичи Тэмон. Которые давали очень четко, с маленькими ошибками два значения постоянных Хадла. Одни давали 100, другие давали 50. Но, как оказалось, истинно очень близко к тому, что посредине. Вот. И сейчас вроде сомнений нет, что постоянный Хадл где-то вроде 70. Но, тем не менее, некоторое противоречие есть. Есть два способа определения постоянных Хадла по анализу. Вот кривой, которую я сейчас покажу. Спектр микроволновых флуктуаций микроволнового фона. И они получают значение, которое примерно из 67-30. Есть другой. Традиционные астрономические способы, о которых упоминалось в лекциях астрофизиков. По постройке лестницы космических расстояний. Начинается с цифинов и дальше и дальше. И эти методы дают кваграметр Хадла ближе к 73. 72-73. Там несколько. Я не привел ошибку, потому что разные группы дают мне результаты расходящиеся. И несколько больше. На ошибку, на ошибку примерно такого типа. И в этом смысле, вот о чем говорили. Ну, метод предложенный Блинникова. Об измерении постоянной Хадла, параметры Хадла. Без использования лестницы космических расстояний основных. На вот этих сверхновых типа 2, которые несколько раз взрывались. Был бы очень полезен. Но это тут надо подождать. Потому что вот этот Гавайский Тверском заработает. Вообще сейчас ожидается какое-то совершенно колоссальное развитие с новыми инструментами. Некоторые из них стоят в сумме сравнимую со стоимостью большого огромного колоссального объектива. Ну, в общем, ожидается, по-миному, большая практика. По порядку увеличили плотность энергии во Вселенной. С того, что здесь критическая. Есть примерно 10-29 грамма на кубический сантиметр. То есть говорят, что это отвечает 10-10 протонов в кубометре. Правильно, да? 10-25. Правильно. Но это не вполне так по-настоящему. Потому что протоны вносят в эту штуку вклад примерно 5%. Ну и дальше. Обычно, если РО больше критическая, Вселенная замкнута. Это не двухмерная, а трехмерная сфера. Если меньше критическая, она открытая. А если РО равен в руце, это обычная эвклиновая диагетия. Которую мы все хорошо знаем, изучаем в школе ЛЕ. В тот случай, который реализуется. Вот раньше считалось, что замкнутая Вселенная обязательно сожмется. Расширяется, потом схлопнется. А открытая эвклина будет расширяться вечно. Более того, какое-то время считалось, что инфляция жестко предсказывает, что Вселенная обязательно схлопнется. И это дело следующее. Что инфляция не исключает того, и более того, генерирует некоторые флуктуации плотности. Дельта РО к РО на размере горизонта должно быть отлично от нуля. И оно может быть либо больше единицы, либо больше нуля, либо меньше. Плотность с учетом этого Дельта РО может быть чуть больше критической, либо чуть меньше. Поскольку этот процесс стахастический. Ну вот на этом масштабе, к примеру, нашего горизонта РО меньше РО критическом. На этом еще тоже меньше, а где-то оно будет больше. И значит вот этот громадный масштаб, который сейчас сильно далеко за горизонтом, в какое-то время там все возглавляет и все схлопнется обратно, как говорилось, в генериру. Но это в этом смысле просто мы не видим, да? Это в этом смысле просто мы не видим, не то что уравнение, так правда? Не-не-не, мы не видим в том смысле, что Дельта РО кроет интегрально больше единицы, на колоссальном пока масштабе. Он через 100 миллиардов лет будет доступен. И мы увидим, как Вселенная схлопнется. Ну, нет, это четкое теоретическое предсказание, но вряд ли мы до него, для проверки его доживем. Сейчас, по-видимому, это не так, потому что из-за того, что есть темная энергия, она незавидимая, доминирующая, то Вселенная открытая, замкнутая и плоская все равно будут расширяться лично. Потому что член с темной энергией не падает с расширением Вселенной. У нас же была такая ситуация. Там было два члена Ро, минус К, зеленый на А квадрат, и это был А квадрат. Вот эта Ро падла как единица на А квадрат. Поэтому этот член всегда бы заплодал бы. А сейчас есть еще плюс Ро вакуумная, которая есть константа. И этот член всегда будет превратить на все, сначала больше. Так что здесь нам ничего не грозит и обратно мы не сожмемся. Есть еще не нафинирующее вещество, а именно мегапароновый фон. Который имеет совершенно замечательный равновесный спектр. Насколько я помню, что даже в первых результатах хобби, там была показана эта кривая фланговского спектра. Действительно там точечки стояли вот такого, практически равной толщине кривой. И было написано, что величина ошибки увеличена в сто раз, если я вам не помню. Так что это действительно очень точный результат. Равновесный газ в потонах может быть, должен иметь химпотенциал равный нулю. Ну и значит вот такой спектр. Известные землюгения, ну температура известна с прекрасной точностью. 2,7, 2,7, 2,6 там ошибка. А химпотенциал по отношению к температуре меньше чем 10,4. Это говорит, что никаких неравновесных процессов от красного смещения порядка 10,7 и позже, никаких равновесных процессов не было. Раньше 10,7, может 10,6. Неравновесные процессы могли быть, но они бы все замывались за счет взаимодействия фотонов с электронами. Этим занимался Зайдович, Зайдович Синяевым. Там в общем сейчас это активная, даже сейчас активная область. Мы знаем, что плотность энергии, у нас сейчас 410 фотонов в кубике в средней профселенной. Кстати, студентов я спрашиваю, сколько фотонов в этой комнате, но очевидно, что если температура в кубике, то намного больше. Ну а в средней профселенной фотон наиболее количество этих фотонов самое большое подключение ко всем другим частицам. И плотность энергии примерно 5 на 10 минус 5 сегодня. То есть это более-менее 10 минус 4, о котором мы и говорили в активистове вещество. Он еще, может быть, если нейтрино очень легкий, то они тоже носят в активистове вещество. Есть микроволновые, то есть нейтрин-мейкон, космейтрин-преграунд. И его для данного типа нейтрино, ну, главное, как лучше говорить, для массовых состояний, поскольку они осцелируют, то количество нейтрино в случае, если химпотен стал равен нулю, если газ совершенно не вылетает, есть 112 штук в кубике. Что-то тут неправильно написал. Венгамма надо делить на 410. В общем, это нормально. Не 110, а 400. 410 и 50. Вот наличие на 1, если я забыл. Вот. Это было посчитано впервые, тоже забавный исторический факт, это было число посчитано впервые Дершейнам и Зельдовичам, когда они получили космологический предел на массу нейтрино. Ну как, они посчитали число нейтрино, сказали, что плотность энергии не может быть больше некоторой, и отсюда они сказали, что масса нейтрино должна быть меньше по тем временам 30-ти электронного огня. Вот. Аналогичную работу на 6 лет позже сделали Каусик и Маклелла, опубликовав его в Фейзер Леттерс. И этот предел долго назывался в английском и американском литературе Каусик и Маклелла и Тлине. При выводе там можно было сделать две ошибки. И эти обе ошибки Каусик и Маклелла сделали, не пропустили ни одной. А именно, то, что они считали, что количество нейтрино равно количеству фотонов в тепловом равновесии. Так, ну там коэффициент 3-4, как тривиально, разница в Мазе и Ферме. Значит, количество нейтрино равно 3-4 от количества фотонов. И кроме того, они сказали, раз нейтрино массивное, то у него должны быть 2 степени патеризации. То есть, безмассовые частицы имеют только одну спиральность, нейтрино имеет отрицательную спиральность, а антинетрино положительную. А если есть масса, то должно быть и то и другое. В каком смысле это правильно? В принципе, ну, опять же, можно оценить, что количество неправильных нейтринов, нет, фу. Количество неправильных нейтрино при немежиме было по отношению к правильным нейтрино. То есть, нейтрино имеет только одно спиновое состояние. Вот они сделали вот такую ошибку, которая привела к тому, что они в 7 раз больше получили количества неправильных нейтрино. И получили результат, естественно, в 7 раз сильных нейтрино. Я как-то пытался с этим бороться, и, кажется, побороться. Последний, с кем я общался, был хороший астрофизик из Оксморда по габели Саркан. Который написал в обзоре, в своем про нейтрино, что вот замечательный предел Каусика и Маклелона. До этого была довольно спекулятивная работа Герштейна и Зельдовича, которые сделали такие-то ошибки. И повторил ошибки вот этих Каусика и Маклелона. Я ему сказал, ты посмотрел бы мою лекцию вон там, это как раз они сделали. И он ответил совершенно замечательно. Да, говорит, они сделали эти ошибки, но это показывает, что они не переписали Герштейна и Зельдовича, а их работа была оригинальной. Ну, в общем, сейчас это перестали говорить, но тем не менее. Забавно насчет сына. По типам нейтрино, как городской, это же одинаковые. Все церковь типа должны быть одинаковые. Значит так. Сейчас скажу. Если мы рассматриваем ситуацию. Нейтрино с нулевым химикотенциалом, то есть количество нейтрино равно анти-нейтрино. Это есть начальное условие, что лептонная асимметрия очень маленькая. И вот этот результат получается в случае нулевой лептонной асимметрии с химикотенциалом одинаковым. То тогда, из-за того, что имеется тепловое равновесие, количество всех типов нейтрино совершенно будет одинаковым. Дальше. Мы можем сказать, что есть химпотенциал. В этом случае плотность будет несколько больше. То есть энергии квадратично растет в химпотенциал. Там в первую очередь, например, она на 7 квадрат. И, в принципе, может быть разное количество аммионных электронных эталонитрий. И раньше ограничение на электронный химпотенциал был примерно на уровне 0,1. Мало. А аммионного эталонного был на уровне примерно 2 или 3. В зависимости от того, какие данные по нуклеосинтезу используются. Так что их могло быть больше и заметно больше, чем электронного нейтрина. Была наша работа со Сверновым, Петковым, Симикозом, Пастором. В которой, когда было измерено, что нейтрино имеет большие углы перемешивания за счет осцилляции. Мы посчитали, что будет происходить химпотенциалом. И оказалось, что там надо довольно противно решать кинуравнение. Но, по тем не менее, даже аналитически можно решить. И оказалось, что происходит полное перемешивание. То есть все равно, и даже если мы сначала по какой-то причине зарегенерируем большую асимметрию, она все равно разровняется. В этом смысле большие углы перемешивания исключают с точностью вот это. И теперь ограничение на химпотенциал всех трех нейтрино есть 0,0,7. С точки зрения собственного состояния поставленного взаимодействия, да? Нет, вы понимаете, в чем дело? Здесь, когда нейтрино идут в пакууме, то это, конечно, массовое состояние. Когда они живут в плазме, то там диагональные состояния совершенно другие. Ну, потому что, ну, гамильтониан... Это и есть собственное состояние гамильтониана. Его можно... Адиабатический... Гамильтониан нужно в любом базисе адиабатических диагонализовать, и мы можем говорить о диагональных состояниях. Но это нам не было нужно. Мы считали просто, так сказать... Всего нужно посчитать матрицу плотности и сказать, чему равную Ро-Мю, Ро-Е-Е и Ро-Тау-Тау. Где эти вот эти компоненты. Ну, в общем, они диагональны и не так важны. В равновесии она сводится к единичной, если масса одинаковая. Это учитывается. Ну, в общем, ответ буквально на ваш вопрос, что в вакууме они сами диагонализуются. Они осциллируют, но в какой-то момент волновые пакеты перестают перекрываться, и мы имеем НЮ-1 и НЮ-2. А когда тут, ну, какая-то смесь... В общем, диагональное состояние вакууме все равно так. В горячей плазме при температуре мы в диагональном состоянии другие. И они все вполне выписываются. Хорошо. Вот, теперь, значит, есть попытки как-то зарегистрировать эти очень низкоэнергетические нейтрино прямым образом. Имеется... Время от времени появляются статьи с предложением каких-то детекторов на резонансном рассеянии, на прогерентных эффектах. Но пока я не знаю ни одной работы, которая была бы успешной. Я лично год назад зарецензировал одну статью, хотя до сих пор у меня кошки грызут, на душе царапают. Может, она не была такой неправильной. Но автор про молчан, ну не знаю. Но там есть красивые идеи. И, в частности, Тивен Вайднер что-то писал. Ладно. Теперь, правильно говоря, спомбулировал. И теперь я, поскольку мы из другого поколения, чем большинство здесь сидящих, я вспоминаю краткий курс истории ВКПБ, написанный не иначе как Иосифом Миссарионовичем Сталином. Не могу здесь не удержаться, чтобы не рассказать маленькую историю. У нас начальником военной кафедры был генерал-лейтенант Туржанский. Человек известный, по-моему, был одним из первых героев войны в Испании, наших добровольцев, которые там воевали. Вот. Он сказал, рассказывал, ну, он сказал, что... Он перед войной сказал, что миссия Шмидта летает быстрее наших. И за что... И по этой причине в войне не участвовал. Он был на колыбе, прямо собственным словом. Вот. История, которую он рассказал, я, говорит, называю курсанта. И говорю, что же вы, товарищ курсант, так плохо успеваете по исключительно важному предмету истории ВКПБ. И вот смотрит на меня, говорит, стоя по стойке смирно, но глядит совершенно нагно и говорит, не волнуйтесь, товарищ, ну, не знаю, комдив там, или как назывался, генерал, мне папа дома все расскажет. Курсанты звали Вася, а фамилия, догадай, есть там. Ладно. Полегулись. Хорошо. Ну так вот, краткие курсы стали всемирными. Есть работы, о которых я не спрашиваю. И называется Pre-Bank Cosmology, или, может быть, лучше говорить Pre-Inflation Cosmology, что было до инфляции. Магнитно зависимо, может быть, что-то и есть. Ну, я не знаю. Есть точка зрения, которую пропагандируют Линды, что до инфляции было, ну, прямо как записка сумасшедшего, ни черта не было, ничего не было, ничего не было, ничего не знает, что такое. У Гоголя такая замечательная есть франция, что не было ни пространства, ни времени, и вообще, мы ничего не можем говорить, было что-то совершенно все квантовое. Черное. Что? Черное все было. Да, но не черное. Знаете, это было какое-то квантовое состояние, в котором нельзя было говорить ни о пространстве, ни о времени, и мне это очень трудно представить. Хотя, вот, такой человек, как Святого Гуфкин, живший примерно в VI-VII веке, не помню, говорил, что до сотворения мира времени не было, и Господь создал его одновременно. С сотворением, потому что, ну, если время было, ну, зачем же он бесконечно долго ждал? Как же он это все вытерпал? Вот, так что, по-видимому, ну, в общем, тут я не знаю, хотя работа есть на эту тему, и, может быть, этим стоит заниматься. А вот, со ссылками на Августина. А вот, со ссылками на Августина, не в секунду нет, я об этом не видел. Люди, ну, вот Минециана, например, вполне почтенный человек, и он пытается какие-то эффекты искать вне гауссовости флуктуации микроволнового угла, флуктуации микроволнового угла. Ну, там есть, может быть, тысячи других объяснений, поэтому не знаю. Я бы начал, поэтому поставил тут ноль, а первый пункт была инфляция. Инфляция, в общем, необходима, совершенно необходима для создания нашего мира. И мне кажется, что этот, если это экспериментальный факт, хотя, конечно, вот эти утверждения в физике, что если я не могу найти другой альтернативной гипотезы, означает, что это все есть экспериментальный факт, то, может быть, неправильно. Я когда-то говорил, лет 8 назад, где-то на конференции, сказал, что это экспериментальный факт, поскольку она, инфляция, ну, во-первых, она объясняет все, что раньше, во время, до инфляции казалось загадкой, из-за чего Вселенная стала расширяться. Кто создал этот большой альтернативной гипотезы? Никитинский четко говорит, что было антигравитирующее состояние, типа темной энергии, как сейчас, но только не на том масштабе, когда, ну, согласно Богу, мы едем в азовную точку, И по этой причине Вселенная расширялась, было такое состояние скалярного поля Платона, для которого, ведь, подобное равнение состояние вполне естественное, и мы сейчас пытаемся описать оттемную энергию таким образом. С другой стороны, есть, там, скажем, объяснение плоскостности, объяснение, ну, почему омега так близка к единице, с другой стороны, еще тут, ну, в общем, плоскость, генеральный, ну, в общем, самое важное следующее, это чистое предсказание, предсказание спектра флуктуации, Дельта-Ро-Крон, и этот спектр, оказывается, это, в общем, такая, мне кажется, вполне добротная, вещь, впервые было предсказано Мухановым и Чилисовым, что спектр флуктуации примерно плоский, так называемый спектр Харриса Назельновича, и там есть некий показатель спектра, который мозг в спектре истекнулся, а инфляция предсказывает, что он должен быть в несколько меньшей единице, и последние данные прекрасно с этим согласуются. Так что предсказание, количество, предсказание спектра флуктуации, есть сильный аргумент, все-таки большинство народу считает, что для того, чтобы окончательно убедиться, что инфляция таки была, необходимо обложить гравитационные волны, ну, такой, совершенно колоссальной длины, которые, скажем, сотни мегапарсет, и если вы помните, месяца, полгода тому назад, был большой шум и впрессии всюду, что такие гравитационные волны обнаружены, и их можно обнаружить. Здесь два способа, на их обнаружите, это непосредственное наблюдение. Что? Поляризация исключения полярного народа? Да, я это собираюсь сказать. Вот, и второй способ, это популяризация микроволнового фона. Там имеются два типа поляризации. Один, я бы сказал, скалярный, другой псевдоскалярный, так более почти сговорительным его называют, магнитный, электрический. Вот, и этот магнитный тип возникает, если не возникает, когда фруктуации являются скалярными. Вот, и если есть тензорные фруктуации, то этот тип поляризации возникает, хотя там может быть много шума, и сейчас общее отношение к тому, что по-видимому они все-таки это не наблюдали, а наблюдали эффект пыли. И я говорил с людьми из Планка, вот, и сейчас люди из этой группы Байси, похоже, отыгрывать не знаю. Уже отыграли в них в тексте. Что? Ну, об этом говорилось, действительно, но вот вопрос. То есть, просто перемерили кто-то, буквально, вот это я пропустил. Ну, в общем, короче говоря, жалко, но вот окончательного доказательства инфляции, которая бы всех убедила, у нас нет, но мне кажется, уже достаточно и того. Кстати, наличие гравитационных волн модельнозависимо. Можно иметь модели, где плотность энергии гравитационных волн, инфляция была, но плотность энергии может быть маленьким. Вот, в этом смысле наличие гравитационных волн докажет инфляцию, их отсутствие не опровергивало. А у меня пилицептические модели не могут, которые, ну, у тебя приняли там, старые, не помню, как они бывают. Не знаю. Вы имеете в виду сейчас. Вы имеете в виду именно циклические вселенные, рожалость, жалость, рожалость, жалость? Или же нетривиальную топологию? У меня такая младенца, что вместо большого взрыва, Ленин просто сталкивается и двигается. И вот эти грицы спины. Ну, есть такая циклическая вселенная. Там был Штайнхам, Аман Турак, какие-то люди. Ругаются Линды. Я не знаю, я, может быть, от того, что я не изучал их, как следует от нас, скептически. Мне кажется, что тут очень трудно избежать образования большого количества черных дыр, которые никуда не денутся. Ну, черные дыры образуются на фоне расширяющейся вселенной первичной черной дыры. Это вот механизм Зердовича и Новикова. Из-за флуктуации плотности их может некоторое количество образоваться. Но на сжимающейся вселенной количество этих черных дыр должно быть громадное. Мы имеем флуктуацию плотности, ну, например, положим, наша галактика стала сжиматься. Там очень... она сама может образовать черную дыру. В общем, мне кажется, что это трудно избежать. Они что-то пишут на этой теме, но я не могу критиковать их, поскольку не разбирался. Значит, следующий этап я бы назвал большим взрывом. Именно сначала была вселенная пустая, когда там... Почти постоянно, почти постоянное поле Платона. Плотность энергии почти не менялась. Вот. И было просто... Ну, хоть я и не религиозен, но хочется помнить Библию, что Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездна. А потом добудет свет за счет экспоненциального расширения. Ну, я не хотел полностью цитировать все, что я помню здесь. Вот. И таким образом, произошел... Во-первых, значит, первоначальный маленький объемчик, которому были одинаковые условия, расширился до колоссальных размеров, оказался гораздо дальше, чем горизонт на этой революционной модели. Горизонтом я называю такое расстояние, при котором кусок Вселенной, находящийся за горизонтом, убегает нас со скоростью быстрей скорости света. Скоро ли? Это на самом деле. Значит, горизонт инфляции был постоянным. Это обратный параметр Хаббла, а РОГ был постоянным. Вот. А размеры всех глинболдов росли экспоненциальные расстояния между частицей. То есть, все это оказалось вне горизонта, и с более и менее одинаковыми условиями. И поэтому, когда в какой-то момент поле инфлатона стало достаточно малым, и оно стало осцелировать, надо, чтобы параметр Хаббла оказался меньше, чем масса инфлатона. Тогда начинает осцеляться этого поля, и оно начало осцелировать, но в каком-то месте, в каком-то смысле, в один и тот же момент времени. И вот произошло тогда очень быстрое рождение частиц, всюду одинаковое, и это будет осцелиться. Потом происходит следующее. Мы вот примерно здесь. Во Вселенной начинает доминировать обычное вещество. И тогда в горизонт уже есть обратный Хаббл, который растет как Т. Ну так, если вы помните, параметр Хаббла был 2, деленный на 3, и значит параметр Хаббла растет вот так, а, нет, нехорошо, вот так. А длина волны растет как А в степени 2 трети, или А в степени 1 вторая. Вот такая картинка. И то, что было далеко за горизонтом, теперь оказывается под горизонтом, мы все это видим. Так вот и происходит все в основе. И сначала все растянуло далеко за горизонтом, потому что сначала все было вверх, и все было вверх. Потом мышь, что за горизонтом растет, росло экспоненциально Нашим датчиком. Здесь оно растет как Т, в степени 1 вторая, в степени 2 трети, а здесь горизонт постоянно растет как Т. Вот так вот происходили причины связанной области. А тут это будет сделано. Поле инфлатона? Это проблема. Здесь, в общем, это какое-то скалярное поле, скорее всего. Это обычная модель, основанное скалярное поле, бекли. Хотелось бы привязать поле инфлатона к тому, что мы знаем. Который в спину крутится. Который что? Который в спине крутится. Спин крутится? Это в поле. Нет, это суда в поле. Или я не понял. Спина. Ну вот, и оно. Ну, может иметь массу, скажем, 10 минус 5 от пламборской. Вот, может иметь меньше. Сейчас есть работы в течение последних двух трех лет, в которых, в том числе, группа Шапошникова, которая сейчас в Лозанне, которые пытаются сделать бозон Хиггса в экране, сделать их протоном. Вот, не знаю. Вот, давайте. В общем, это какой-то мне трудно в этом дело входить. Хотя, может, в этом месте могут быть интересные модели. И есть ряд моделей, в которых люди хотят сделать линфлатон и поле носителей темной энергии сейчас сделать из одного и того же поля. Вот, там надо, чтобы как-то масса изменилась. Мне кажется, что это не очень естественная схема. Сейчас нам нужен что-то, характерный масштаб, в котором там 10 минус 12 электронный вольт или что-то в этом роде. А на инфляции это, условно говоря, 10 минус 5 от массы пламборской. Вот, так выглядит, что они могут быть разными. Ну, кто знает. Значит, это произошел вот здесь вот биг-бэнк. Стало ярко и горячо. После этого, ну, очень быстро установилось тепловое равновесие, что сильно облегчает жизнь теоретика. Вот, поскольку реакции, скорость реакции между частицами была гораздо больше. Очень скоро стало гораздо больше, чем скорость расширения Вселенной. Это можно оценить. И это облегчает жизнь, поскольку в тепловом равновесии все определяется двумя параметрами. Температурой и химическим потенциалом, который, как правило, куда я ушел? Который, как правило, очень малый. То есть, ни температура не мала, а вот химический потенциал, как правило, очень малый. Следующий важный этап это бариосекис. И это тоже тут есть место для работы. Вот, это генерация асимметрии между частицами и античастицами. Ну, всем хорошо известно, что это сейчас общепринятая модель, предложенная сахаром, что нужно несохранение барионного числа, нужно отличие частиц и античастиц в нарушении ЦЭЦП и неравновесие, а отличие от теплового равновесия. Забавным образом можно придумать модели, в которых ни одно, то есть, любое из этих условий может быть, может нарушаться. Но, тем не менее, то, что важно может быть, что имеется большое количество разных моделей, и поскольку они определяют одно единственное число, количество барионов к фотонам, мы никак не можем узнать, не сможем узнать, какая модель правильна. Но есть более вычурные модели, которые предсказывают, это уже вопрос к физике частиц, некоторые к физике, я бы сказал, болей на масштабах, можно 10, 10, или что-нибудь в этом роде, которые могут предсказывать, что может образовываться большое количество антиматерии. И тогда это было бы очень интересно, и мы бы смогли узнать, какая модель реализовывалась, если антиматерий будет достаточно много. Сейчас идет очень активный поиск, особенно с введением вот этих АМС, который либо альфа-магнетик спектрометр, либо антиматер спектром, как он называет, который уже, мы не скажем, что сделали открытие, но подтвердили очень аккуратно результат обнаруженный найденный помелый, это российско- итальянский спутник, о большом количестве позитронов, гораздо на порядок больше ожидаемого, или больше, у меня есть картинка там дальше, по сравнению, в общем, гораздо больше ожидаемого. Объяснения пока нет, возможно, это результат аннигерации темной материи, хотя это в обычной рамке с темной материи нет. Что? Где они? В космических плачах 100 гэбных. Очень много, у них там большой логнитный спектрометр, они регистрируют позитроны с энергией 100 гэбных. И в частности, одной из целей этого прибора является поиск антигелия. Антигелий вторичным образом родить практически невозможно. Вот, если его увидишь, хотя бы не одну, не один случай, а два, ты тоже можешь считать, что есть где-то домен этого вещества. То есть, заранее уже было образовано антиноделие. По антипротонам по антипротонам ну там может быть какой-то избыток, но и его... Нет, но избыток есть или нет? Нет. Такого избытка как позитронов нет. И по этому поводу говорят, леп, топ, финик, даркматер. Любят лептоны и бариофобии. Там есть и другие вещества. Вот там есть, есть, мы даже с Крачевым пытались что-то сделать, но не очень интересно. Вот. Интересно происходит нечто в приохлаждении мира, а именно мы знаем, что мир описывается теориями калибровочными со спонтанно нарушенной синхронии. Вот. И когда Вселенная стоит при высоких температурах мы знаем, что симметрия восстанавливается. Это примерно как с феромагнетиками, которые любят, спины любят выстраиваться в одну сторону, а при повышении температуры полный хаос среди спинов и вращательная симметрия восстанавливается. Технически это очень похоже. И при охлаждении Вселенной значит происходит нарушение симметрии. Это я думаю возникает в процессе некоторых фазовых переходов. Они могут быть мягкими фазовыми переходами второго рода или же такими резкими первого рода. Тут вполне интересная физика. Например, лично мы занимались фазовыми переходами в электрославой теории когда при наличии большой электронной симметрии и при этом возникала очень интересная ситуация что при большом химпотенциале мог возникнуть конденсат заряженных бозона и сама по себе почему-то не было исследований исследовано что будет если возникает конденсат электрический забудем о космологии что будет если возникает конденсат электрически заряженного бозона в учебниках этого я не вижу вот и возникает очень интересное во-первых экранировка не работает появляется степенная экранировка и более того экранировка оказывается меняет знак как функции расстояния сначала экранировка потом происходит антиэкранировка то есть эффективный сначала уменьшающийся положительный потом становится отрицательным потом опять положительным вот такая степенная с плюсом минусом мы работу не публиковали примерно полгода потом вышла аналогичная статья Габададзе из Нью-Йорка который из аспиранки получили сделали примерно то же самое но другим способом и они оказались более культурными чем мы оказывается что подобный же эффект изменения знака экранировки что мы думали что не может быть потому что не может быть никогда известен в случае лазмы с вырожденными фермионами вот в этом случае когда сильное вырождение при низкой температуре возникает тоже зародыши какие-то находятся их заряды хранируются с переменным знаком туда-сюда и это называется осцилляцией Фриделя у него человека который это обнаружен и они наблюдены на эксперименте это в твердом гене наблюдается ну конечно нет потому что в принципе такой эффект оказывается исключен я до сих пор не понимаю если бы у меня было уравнение второго порядка там была бы инерция здесь при экранировке как-то не понимаю почему происходит переэкранировка но легкого объяснения у меня здесь нет вот и этот механизм мог бы в принципе привести к генерации магнитных полей на ранней стадии что само по себе интересно может быть сейчас они были бы магнитные зародыши наблюдаемых сегодня магнитных полей на межбалактическом масштабе в общем это такая сама по себе может интересная область для фазовых переходов при наличии зарядных компенсата заряженных электрических заряженных частиц теперь мы уже переходим к там это было немножечко гипотетического за исключением может того что инфляция в каком-то смысле экспериментом проверена для простых возмущений начиная от одной секунды когда вселенная была примерно одной секунды отроду и начинается эпоха большого первичного взрыва нуклеосинтеза так называют у нас или в американской истории нуклеосинтеза с большого взрыва и это хорошо проверенная эпоха в том смысле что я чуть позже покажу предсказание для бельюлевых элементов очень неплохо согласуется с наблюдением после этого очень важным на котором я уже говорил и вот был момент поступления равновесия между веществом и излучением когда плотность энергии релятивистского вещества и вот здесь плотность энергии релятивистского вещества растущего как он отличал у времени бежит вот сюда и это важный момент потому что после этого момента вакуации плотности стали расти и начиная с этого момента используются суперкомпьютеры чтобы посчитать что стало со структурой Вселенной Тут важна природа темной материи, спектр первичных флутуаций, но поначалу тут решаются обычные уравнения Эйлера, уравнения непрерывности, уравнения общей теории относительности. И тут фактически очень похоже на теорию Джинсовской неустойчивости, которая была в начале 20 века развита или в конце 19 века, я точно не помню. Это хорошо развитая область, одна из очень важных, как говорится, машин в описании нашей Вселенной, потому что то, что мы видим на небе, используя вот эти самые, мы можем сравнить с теорией, используя вот эти самые численные симуляции. Я думаю, что я когда-то, чтобы немножко разбудить народ, когда написал обзор по баню Сильдезу в 2002 году, и с претендентом, это был январь в Японии, тогда я не умел, когда теха не было еще реально, там печала японская машинистка, ретендентом был Ларри Маклерон, который очень долго заодно издевался, потому что все равно вместо numerical simulation было написано numerical simulation. В общем, вот это используется числая симуляция, я уже начинаю заговариваться. Теория неплохо согласуется с наблюдениями, есть какие-то проблемы или проблемки, которые либо связаны с тем, что значительная часть физики в этой числой симуляции не учитывается, но там процесс охлаждения, взаимодействия обычного вещества, но темная материя, она не взаимодействует, но протоны могут начать взаимодействовать, в общем, это есть интересный вопрос. Дальше, на взгляд равный 1100 происходила рекомбинация его народа, когда микроволновой фон отщепился, после этого были так называемые темные времена, до образования первых звезд и реализации, когда Вселенная снова посветлела, ну и современные... Ну, работа, да и не посветли, а уже затемнилась. Ну, хорошо, ну пошел свет, не пошел, пошла реализация, светлась, а ладно, затемнилась для прохожения. Хорошо, ну и современные Вселенные, в которых тоже хватает всех проблем, и что может быть особенно интересной ситуацией, сейчас идет наблюдательный анализ всех возможных окон, через которые можно смотреть Вселенную, и наблюдать все возможные телескопы, и внутренние телескопы, и гравитационные волны, и космические лучи, и обычный аптеческий телескоп, и сейчас, видимо, будет большой-большой прорыв, поскольку во всем мире на это дело тратится много денег, и, по-видимому, проекты разумные. Ну вот, изучается, ну и это уже и логика по масштабной структуре. Дальше я приведу лист проблем, о которых, может быть, в той или иной степени буду говорить позже. Ну и, значит, они более-менее очевидны. Что является объектами, из которых состоит темная материя. А наличие ее, темной материи, и свойствующих, позже скажу. А такие, ну, по-любому, есть ли фоскопические? Что? Фоскопические объекты. Любые. Это могут быть разные типы элементарной частицы, это могут быть разные формы, холодные, горячие, или теплые. Могут быть, так, в общем, как говорится, Фонетически это два типа темной материи. Одна называется, одни называются мачо. Это означает massive, astrophysical, compact, hollow objects. Massive, astrophysical, compact, hollow objects. И мачо еще... Ну, вот, если вы знаете картины, то есть первые очень, если вы говорите, мах и мах. Это как раз вот про этих испанских фурегалов, которые отчасти здоровые, такие вот, такие вот, афонизующие. А второй тип, чтобы английский означает slabak, это weakling, keratin, massive particles. И это относится к элементарным частицам, а это к объектам большим. Это могут быть первичные черные дыры, слабостные, чащества звезды, которые, возможно, наблюдают в экспериментах о микроэнергии. Одна из групп как раз называется мачо. Американская вторая группа, которая, чем раньше это действие, французская, называется ирус. Или ирус, что означает, буквально не так. Вот. Ну, короче говоря, все вовсе открыты, и я сейчас немножко об этом сходил. В чем состоит механизм, что создает космологическую скоринку? Это так называемая темная энергия, или это какое-то, значит, новое поле, которое имеет уравнение состояния, для которого P плюс 3P, при хром, меньше 0, или же модификация гравитации за счет этого F от R, нелинейной добавки к действию. Здесь есть еще некая проблема, которая требует объяснения, но пока не видно, как подступиться, а именно почему-то плотность энергии барионов, плотность энергии темной материи и темной энергии, грубо говоря, одного порядка величины, хотя теория, при абсолютном нашем незнании, легко привела бы к тому, чтобы не отвечались на много порядков. Конечно, тут можно говорить что-то об антропном принципе, но антропный принцип я не люблю, но тем не менее, это есть, называется, космическое совпадение. Вот, механизмы бариосинтеза очень интересные. Что? Вот я немножко позже приведу число, чуть-чуть позже. Количественное отношение одного порядка, но там отличается в пять раз где-то. Механизм бариосинтеза и возможность космического антивещества, тут действительно, по-видимому, нужна работа людей, которые приходят из физики частиц или теории поля, поскольку астрономы ряда чего-нибудь здесь придумают. Проблемы, избытка космического. Есть еще загадка, космических лучей, которые высоких энергий, вот это ультра-хай-энерджи-флосник-рейс с энергиями типа 10-20 или крон-вольт. Скорее всего, это будут найдены обычные механизмы, пока это не вполне ясно. Есть проблема, которая по-видимому решает, но опять же мы посмотрим, специалистами по теории поля, ультрафиолетовые и инфракрасные перенормировки, в данном случае без массовых полей, пространства деситера. Задача, в общем, в каком смысле хорошо определенная, поскольку крутовать поле в деситере мы можем, уравнение для мод 50-10. Как обычно, когда кладу, я пишу, что какая-то функция, есть взаимодопрование, поскольку пространство изотроплено в некую функцию ФК-Т и на операцию ракции и уничтожения. Вот эти функции ФК-Т находятся, они являются функциями бессеры, поэтому, в принципе, можно работать, но там проблемы с гранусловиями, с тем, что вечные деситеры или не вечные, в общем, там есть какие-то, я бы сказал, противоречивые, самые противоречивые результаты. Это было бы очень интересно на самом деле поработать. Есть, и это есть, Бирилл и Дэвис, к примеру, хороший учебник, но есть какие-то противоречия, до которых есть, в частности, ситуация с безмассовым, скалярным полем, которое считается, что должно расти. Вот простой пример, что мы развивались, как H1, безмассовое скалярное поле, на деситере. И тут действительно важно знать, вечные деситеры или не вечные, ну, с известным коэффициентом. Вот. И это получается, в общем, я бы сказал, такой, ну, как, очень специфическим обрезанием интеграла по модам, по инфракрасной области. Если пытаться сделать это нечто, несколько более серьезным образом, написав уравнение движения для этого поля Фи, использовал повышение для перенормировки, то получится для этого поля Фи в точности такой же результат, как в Берерли-Демисе для массы неравной нуды. Абсолютно одинаково, все коэффициенты просто совпадают. Замечательно. Но если сделать этот же результат, посчитать для безмассового, помню, там не возникает вопроса об оборудовании результата. Получается, опять же, в точности такой же результат, как здесь, но с противоположным я не знаю правильного ответа на этот вопрос. И с какими-то людьми я говорил, они тоже не знают. Но это помогает мне уже быть. Вот. Имеется вопрос, может быть, скорее всего, к астрофизикам, но это проблема давняя, я о ней буду, может быть, еще скажу в некоторых деталях. Имеется большое накопление данных, которое говорит, что у нас много сверхтяженных черных мер. Ну вот, например, в нашей галактике она довольно легенькая, типа нескольких миллионов солнечных масс, а в других галактиках миллиарды солнечных масс, и в каждой большой галактике, где удастся наблюдать, сидит такая черная дыра. Они составляют небольшую часть от полной массы галактики, но миллиард по сравнению с 10-11 солнечных масс это не так много. Но есть галактики, в которых черная дыра тоже сидит, но это карликовые галактики, и она, ее масса составляет половину массы этой галактики. Как они могли образоваться, и тем более, что такие черные дыры образуются на красных смещениях порядка десятки, поскольку мы думаем, что квазары, которые мы видим на этих красных смещениях, как раз и есть эти сверхмассивные черные дыры. ничего другого для изучения квазаров неизвестно. И это, почти что по этому фильму «Карнавальная ночь», науке, как там, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке совершенно неизвестно. Так вот, как они рождаются, когда они рождаются, науке совершенно неизвестно. Есть какие-то попытки, разные гипотезы, разные механизмы, но в частности мы предлагали механизмы, если жрусилка мы использовали, но такой, некой специальной модели барьер-синтеза. Есть некое там определенное предсказание. Проблема гамма-вспышек, тоже известно о ней в новой астрофизике раньше, и что очень интересно, это гамма-вспышки, если это сверхновые, то они наблюдаются, но красных смещений тоже близки к 10, 7, 8. Для этого, значит, должны образоваться сверхновые, проэволюционировать, нужно, чтобы, особенно к этому пункту 9, нужно, чтобы они обогатили межзвездное пространство металлами, и это наблюдается, кстати, вокруг ранних квазаров, значит, значит, что состались, что? состались. Ну вот именно, но как-то мало времени на это дается. Вот. Наконец, имеется проблема возникновения больших галактических магнитных полей. Известно, что, например, в нашей галактике есть магнитное поле однородное на масштабе всей галактики, и напряженность есть его несколько микрогаус. Плотность энергии примерно такая же, как плотность энергии микроволнового фона. Кто и как организовал эти поля на масштабе 10 кПс, опять же, неизвестно. Имеется примерно сотня такого порядка работ, с разного рода механизмами, ну и каждый имеет свою фарадеевское вращение радиосигнала, но поскольку на разных частотах радиоволны. И что самое ужасное, кажется, обнаруживаются и межгалактические магнитные поля. Они примерно порядка натрия меньше. Все модели образования галактических магнитных полей опираются на так называемое галактическое динамо. За счет того, что при вращении галактик экспоненциально может нарастать магнитная поля, там самых турбулентных замороженных лазгой. Вот, какую-то глупость сказал, ладно, неважно. И там для того, чтобы получить более согласие с наблюдением нужно 10 порядков усиления. А между галактиками такого не следует. Подавление на 2-3 порядка тонн. То есть возможно нужны совсем другие механизмы. Обычные механизмы пока нигде не поле. Что? В равном магнитном поле. Те. Ну, верно. Это возможно. Вот, например, одна возможность состоит в том, что такого рода магнитные поля в принципе могли бы образоваться во время инфляции. Чем инфляция хороша? Она развивает масштабы хорошо до размеров вселен. И если бы электромагнитные волны генерировались как-то на инфляционные здания, но они бы раздулись, стали бы классическими полями. к сожалению, здесь, к сожалению для этого механизма, есть так называемые теории Паркера, но более-менее очевидные, что конформные инвариантные поля не рождаются в конформной инвариантной метрике Фриденда Робертсона Окера. Я просто могу сделать конформное преобразование и уравнение движения поля сведется к уравнению движения свободного поля в плоском пространстве времени. Но есть конформная аномалия. Конформная аномалия говорит, что электромагнитное поле неконформный инвариант. И тогда, в принципе, возможно рождение магнитных полей на этой стадии. Ну вот, может и получается, может и здесь эта идея, но она не знаю, реализуется не. В конце концов, есть проблема того, что низкие мультиполи, я вам покажу прямо сразу эту картинку, в микроволнового фону, фонтуации микроволнового фона, оказаются слишком малыми по амплитуде. И это тоже непонятно. Там, конечно, может быть так называемая космикварианность, в общем, космическая, я не знаю, как сказать, перевести космикварианность. Изменение. не изменение. Это стахастическая величина, и поскольку у нас одна выборка, то она может быть где угодно. Когда я, скажем, имею 100, мультиполи, ранга 100, там у меня 100 компонентов, и они более-менее блестят к среднему значению. Вот. Имеется проблема с первичным мукросимпозом, который посвящен много статей, в частности вот Пастелов пишет, по-моему, из Новосибирска, да? Был в Новосибирске. Был в Новосибирске. Да, было в Новосибирске. Вот. Вот так хорошо работает по поводу того, что могло объяснить аномалию в наблюдениях лития. Гелии 4, гелии 3 и дитерии очень хорошо соглашаются с наблюдениями а лития 7 раз в 3 меньше. Это проблема в наблюдениях или же в том, что есть какая-то новая физика. Нестабильные частицы, какой-то другой в общем, не знаю, там разные механизмы существуют, но в общем, пока ни один не работает. Кроме того, имеется указание, что существует так называемое стерильное нитри, с массой может быть несколько электронов и оно может быть неплохо иметь, кроме того, указания имеются и астрономические, и указания, полученные на внедринных экспериментах, в частности, на атомных реакторах. это тоже одна из загадок. Тут есть действительно указание космологическое с плохой точностью и не очень хорошей точностью указания прямых экспериментов, что есть именно стерильные нейтрины. И вот эта цифра 15, где она у меня, вот эта она должна быть здесь. И, наконец, совершенно фантастическая проблема, когда теоретические ожидания отличаются от наблюдений на 100 порядков, это проблема вакуумной энергии. И более того, мы знаем, что в вакуумной энергии есть экспериментально известные вклады, которые на 45 порядков больше наблюдаемого значения. Я скажу об этих вкладах, это действительно почти что эксперимент. И вот спрашивается, кто убил вакуумную энергию, почти что это никуда. А это невозможно ли номерного, как вы говорили, определили? Нет, 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 не вакуумную конденсацию. Но это только КХД, мы знаем, что КХД шли вакуум заполнен влюзным конденсатом. Спрошу определенные энергии, чтобы объяснить массу протонов. И, спонтанные вакуумные вакуумные спонтанные вакуумные тоже свой вклад. Но это, так сказать, разные вклады, но почему-то ноль оказывается в нуле. Но это есть такие вклады. А здесь это просто сегодня. аж пополам это пожалуйста, не в них проблемы. Я специально остановился на конечной влечении. Есть, конечно, бесконечности в четвертой степени, которые исчезают. Кстати, может я к этому приду. Это очень хороший вопрос. А что делать с КХДшем? Ладно, я просто не знаю совсем. Ладно. Значит, откуда мы знаем, что все это так? Всегда спрашивают. Ну, во-первых, мы опираемся на, как говорил Исаак Ньютон, и я стоял на плечах гигантов. И Исаак, кто-то мне объяснал, что это было очень издевательское высказывание, поскольку он имел в частности в виду ГОКа, если правильно, закон ГОКа расширение, который был ГАДЛИКом. Ну, я не знаю. Ну, в общем, мы все-таки стоим на очень твердой почве, а именно общая теория относительности. Имеется замечательное наблюдение микроволнового фона, который, ну, вот, когда люди пытаются что-то портить с космологией, у них никогда не получается хорошо воспроизвести микроволновый фон. И, конечно, привычную красительность. Вот. Ну, инфляция, предсказывает то, что мы знаем уже, инфляция предсказывает спектр флуктуации, вот, некую функцию. И, это позволяет нам заглянуть прямо на момент создания мира. Я уж не знаю, какое там время было, а красное смещение, это было, наверное, что-нибудь типа, ой, выезды 10-5 от массы планка температурного разогрева, это получается 10-14 ГФ, 10-23 электрон-вольт, красное смещение было 10-27 вольт, такое, вполне здорово, вселенная, в 10-27 раз меньше. Вот. И это, вроде мы наблюдаем. Вот, есть два предсказания, что плотность энергии, есть единица, и есть спектр флоклоразии 0-96. Вот. Кроме того, измерение обильное гелия-4 и бетелия позволяет определить количество барионов во Вселенной, отношение барионов к фотонам. И есть второй способ определить их из микроволнового фона. И там совершенно замечательное согласие. Это измерение относится к первым секундам на заре существования мира, а это относится к возрасту Вселенной, которая была 300 тысяч лет утром. Красное смещение здесь 10-3, красное смещение здесь типа 10-8. Это тоже вот мы заглядываем и увидим хорошо. Вот это картинка, которая показывает плотность гелия, и это наблюдение гелия, наблюдение бетелия, наблюдение гелия, и это нитя. Вот желтеньким показан дейтерий. Кстати, я тут они здесь несколько преувеличили точность, поскольку дейтерий можно видеть значит дейтерий такая ситуация. Надо видеть первичные образованные дейтерии, поскольку в процессе эволюции его количество может измениться в обе стороны и увеличить и уменьшиться. Поэтому надо забраться на большие зеты. Сейчас можно забраться на з-порядки дейтерий для того, чтобы облигать дейтерий и смотреть облака, которые не загрязнены металлами. Это значит, что дейтерием там ничего плохого не произошло. И вот точность это несколько дейтерий на 10-5 с этим дейтерием. Но там может быть плохо предсказанный фон. Это такой маленький пупырышек в миниях поглощения связанных с дейтерием, поскольку энергия связи его почти не отличается от энергии связи его народа. И в общем это довольно трудно эксперимент. Но наука продвигается и похоже это вполне хорошо. С гелем здесь, мне кажется, наоборот ошибки показаны вот этим желтым слишком большим. Последнее измерение, это я взял эспартиком на эту группу 2014 года, но последнее измерение гелия скорее попадает в существенно более маленькие наши так что в этом смысле действительно вот эта величина отношения барионов к фотонам хорошо звучит самонукрой синтез и это же вот это голубенькое в средней линии это отношение барионов к фотонам из микроволнового фона. То есть здесь рискача согласен. Среди точность не очень хорошие ошибки но его надо было сюда попасть это фактор тройка. Так что слить им трудно на нас. А вот теперь это наш великий прогресс картинка по измерению микроволнового фона это до планка много экспериментов а это вот планк который видите какая замечательная червяк и это позволяет анализ этой кривой позволяет очень много сказать о космологических параметрах и кроме того само по себе сам факт что вот есть такая кривая причем тут есть 6 подгоночных параметрах а именно плотность вещества то есть барион плюс обычный плотность полной плотности вещества то есть что омега равна единице показатель а у меня наверное где-то будет по осям здесь с муктуацией квадратной температуры а здесь номер полиномоля жандра мы имеем функцию на небесной сфере раскладываем ее по сферическим функциям и это амплитуда при какой сферической функции опять же это у меня запланирован сказать это очень правильный вопрос сама по себе вот такая кривая она нетривиальна что вот можно подобрав вот эти параметры дать такую не банальную совершенно кривую и это большое доказательство пользусь праведливости стандартной космонологической модели вот эти зеленые показывают вот этот космик вальянс а именно то что мы в этой точке отмечающей примерно это не понимаю что тут написано но это должно быть 200 и да а вот это наверное есть вот это 50 а вот это 500 так что это должно быть примерно 200 вот тут вероятность того что будет разброс по отношению к среднему значению есть обратно пропорциональное число вот этих мультиполей а здесь поскольку мультиполь например двойка большая вероятность что он окажется другим если один раз скинуть монетку или два раза то вероятность того что два раза будет решка и такая уж маленькая но это сильно отличается от среднего значения но вообще вот эти здесь какие-то мультиполь небольшой непорядок есть но я не знаю следует ли беспокоить фон от мультиполь для нас тех не настолько большой здоровенный от него надо устраняться это большая проблема потому что у нас не полностью анализ это большая наука вы меня про нее не спрашиваете совершенно правильный вопрос надо посмотреть на статью где вот так виден вклад на самую ненужную пути и как они с этим борются но на больших мультиполь это не очень страшно и например могу сходу сказать для анализа что для понимания что например вот этот затухающий хвост он исчезает все структуации связан с диффузией фотонов если в горячей области и холодной то фотоны диффундируют из горячей в холодной и лаптонцы температуры замываются и если размер этой области меньше чем цель длина диффузии фотонов определяется количеством электронов а количество электронов равно количество протонов то есть измеряя этот хвост я могу сказать сколько у нас протонов вот кроме того я могу узнать сколько протонов по отношению высот мудр Это есть акустические осцилляции, где протоны вносят, грубо говоря, работают как масса, а свет как пружинка. Это такое объяснение всюду есть, поэтому отношение пиков пропорционально тоже зависит от того, сколько протонов. Получается одно и то же число. Это совершенно два разных типа измерений по отношению пиков и по этому затуханию. И может быть еще один яркий факт положения этого пика отвечает тому, что размер звуковой волны оказался равным размеру горизонта буквально на момент рекомбинации. И это максимальный пик. Вообще-то все эти пики исходные, должны иметь одинаковую величину, но те, которые вошли под горизонт раньше, более короткие длины волны, у них амплитуда уменьшалась, грубо говоря, из-за красного смещения. Любая амплитуда у моей волны падает. Значит, этот максимальный пик отличает тому, что мы знаем длину волны этого пика физического. Размер горизонта на момент красного смещения Z равный 1100. И дальше мы сразу можем сказать, ну, не совсем можно игнорировать детали, какова геометрия Вселенной. Мы знаем, значит, номер длину Малешандра, и, грубо говоря, мы знаем под каким углом, из-за этого мы видим этот пик, что угол есть, ну, там, пир разделённое на пир пола, разделённое на единицу. Ну, как обычно, длина Пера, потому что на дельта Х равна единица. Так вот, если мы имеем открытую, замкнутую Вселенную, то ситуация будет такая. Мы смотрим вот под таким углом, ну, световые лучи, вот таким вот образом, в этой диаметре, и угол будет большой. Если мы имеем открытую Вселенную, то угол будет маленький, чтобы вот такое же расстояние покрыть. А в плоской это будет вот так. И мы буквально, этот угол буквально отвечает плоской Вселенной, стоящей всего примерно 3%. Вот такая вот красивая вещь. Ну, дальше там детальный анализ позволяет сделать ограничение на массу нейтрины, на количество нейтрины и всё прочее. Я сейчас... Плоская и аналогия. Что? Плоская и аналогия. Плоская. Трехмерно плоская Вселенная. А тут уже небольшие неоднородности есть. Вот эти вот пунктуации для Трехмера показывают, что их неоднородность. Вот. Имеется некое несогласие, о котором я говорил, напряжёнка. Вот. Как пишет в Теншн, что параметры Хаббла измерили для того, чтобы это количество на описание, и должны быть, что там в этих параметрах Хаббла смотреть. Ну, кстати, там есть некое, в гараже люди по параметрам, и люди используют данные по большой структуре, так называемые, по крупномасштабной структуре, так называемые брёмные акустические осцилляции. В общем, всё это, в дополнение к серебле, можно ещё использовать в виде данных. Вот, получается параметр Хаббла, примерно, 68-1,5-1,5, там более короткое число, как было раньше. Астрономических, 74-1,5-1,5, и появились работы. Одна. В этом мире, мы там пытаемся что-то сделать, но пока не результатно. Что возможно, это разрешается, если добавить к обычным, прям к метрину, добавить ещё к метрину, с паспионом, грубо говоря, в один электрон вольт. Для всех активных метринов получается совершенно потрясающее ограничение. Меньше, чем по 0,23 Вольт. Это некая отдельная область И у меня там где-то есть картинки Как на положение пиков Влияет наличие масс нитрины Добавка элитеристского вещества На ранней стадии оно меняет положение пиков Это было сделано японской группой Кавасаки, Покудита Еще кто-то много лет назад Но с тех пор вообще ничего изменилось Вот интересно Нужен ли нам детектор-канолин Когда увеличение есть 0,08 электрон-вольт А он в ряды подвинется сюда Но мне, правда, стоит сколько миллиардов, я точно не помню Знаете, этот детектор по измерению масс нитрина С точностью десятой доли электрон-вольт Вот Но если вот он увидит, что масса нитрина больше То это, конечно, потрясающе интересно Потому что в космологии есть что-то необычное Что-то необычное, чего мы не понимаем Такое бывает нет А вот теперь Есть Я, может быть, закончу вот на этом пункте Есть Измерение Количества семей нитрина Количество типов нитрина Стандартной теорией, вы не удивляетесь, предсказывает, что число типов нитрина есть 3,46 тысячных Я объясню, почему это так Обычно было принято говорить, что трешка, но на самом деле выяснилось, что их не трешка, а 3,46 тысячных То есть 0,46 тысячных мы пока не чувствуем И это определяется физикой на очень ранней стадии Когда Вселенная была, ну, величарка, у него температура 1 м Что меряется? Меряется план, говорит, что число типов нитрина есть 3,3 плюс-минус 0,27 Ну, согласуется с трешкой, точнее говоря, с каноническим числом 3,46 тысячных В гелии 4, говорит, 3,51 плюс-минус 0,35 В гетерии 3,28 плюс-минус 0,28 Что интересно, это часто бывает, что он Хотя результаты находятся в пределах ошибок с теоретическим предсказанием Но тенденция, ну, тут налицо Что вот, получается, что вроде бы получше иметь число нитринов больше, чем каноническое 0,3, например, приходило бы от стерильного нитрина Когда я говорю 0,3 нитрина, не следует вспоминать, знаете, опять же стишок В его детстве, и вышло у меня в ответе 2 землякопа и 2 трети, если вы Кто-то знает, какие замечательные стихи Вот, это означает, что 0,3 нитрина, это означает, что это 1 нитрина с плотностью энергии равных 0,3 десятых от плотности энергии обычных нитрина Вот это значит, что-то может быть тут живет И, да, я уже упомянул работу Вейна Курли, которая пыталась объяснить несогласие в параметре Хаббла С между планками и стандартной астрономией за счетом стерильных нитрина Я пытался воспроизвести их действие наивным образом И получил прямо противоположный эффект Но их проверить невозможно, потому что они, есть такой черный ящик программы Которые они вкладывают в данный, а на другом конце получают результат Я пытался говорить с неким полутеоретиком, полунаблюдателем, работающим на планке Я говорю, вот как вы получаете связь между... Вы меряете же на Z равный 1100, а как вы получаете результат для Хаббла сейчас? Как вы пересчитываете? Вот какая тут... В чем состоит процедура? Очень просто Мы загоняем наши данные в черный ящик, и на выходе получается Хаббл А я говорю, какая там физика, что это сложно, я не знаю Вот, мы пытались с Гураном приезжали, и с Игорем Лукачевым как-то вот это дело понять И, в общем, сейчас находимся в совершеннейшей растерянности Потому что вот результаты этих людей воспроизвести не удалось Правда, я не все учитывал, я говорю, я, потому что самые последние результаты, может быть, неправильные были Я получил совсем медал, но черт не знает Поводы Ну, это я уже фактически... Что? Суашистичный, это что? Вот сейчас я к этому собираюсь перейти Это очень интересная физика, хотя число маленькое Да, немножко больше, чем ты Это означает, что глотность энергии стандартных трех типов нейтрина В сумме на 0,004 больше того, что получается в минимальной стандартной модели Почему? Вот сейчас я на Македон перейду Значит, а вот только скажу комментарий, что как определяется плотность варионов Изделия Вот здесь 34 из плата 0,25,05 изделия Замечательно, совершенно согласен По определению на первую секунду На первые там секунды Или через 300 тысяч лет Ладно, это мы тогда уйдем Значит, почему вот эти 346 больше трех? Совершенно кратко Дело следующее В какой-то момент Сначала температура нейтрина При плотностях больше, скажем, полутора или двух мэф Температура нейтрина была равна температуре фотонов По той причине, что температура фотонов была равна температуре электронов А нейтрина замечательно взаимодействовала в это время с электронами И это взаимодействие приводило к равенству температур То есть были равные температуры и равные плотности Ну, с точностью до трех четвертей числа частицы Семь восьмых плотностей энергии Это база фермы декларации Вот После того, как электроны Саннигилировали Они аннигилировали, когда температура была порядка полумоева И в это время нейтрины уже отделились от электронных плазм Уже контакт тепловой стал очень слабым И они жили своей собственной жизнью А электроны с фотонами свои собственные Электроны аннигилировали, подогрели фотоны И это очень легко посчитать И сохранение температуры Отложение температур стало 0,7 Нейтрины стали холоднее, чем электроны на 0,7 И так это всегда и считалось Плотность нейтрина по отношению к плотности фотонов Было вот это число Число типов Число в степени нейтрины Это было 4,11 По сохранению трех Однако Отключение никогда не бывает как тета-функции Некоторое остаточное взаимодействие Между нейтрино и электронами с позитронами Таки существовало И хотя безмассовые частицы Нейтрины может быть безмассовыми Остаются в равновесии Несмотря на равновесное распределение Несмотря на расширение мира В данной ситуации Дело не так По той причине, что мы имеем два Вклада в плазму с разной температурой И электрон-позитронная аннигиляция в нейтрино Которая не вполне вымерла Чуть-чуть подогрела этот газ И нейтрино стали чуть горячее Чем их стандартное каноническое значение И это привело к тому Что плотность нейтрина По сравнению с каноническим значением Стала примерно на 0,35 раз больше Но у нас было 0,43 и 0,46 Надо еще 0,1 объяснить А эти 0,1 происходят из-за того Что плотность энергии Мы считаем, нормируем плотность нейтрина На плотность фотонов А плотность фотонов в это время Была чуть меньше за счет плазменных поправок Поправки второго порядка Всегда уменьшают энергию системы И поэтому плотность энергии фотонов Была бы, можно посчитать На плазменных частотах Примерно, массивность фотонов и прочее Приводит к тому, что на 0,01% плотность энергии Потом стала меньше Это первая работа была Наша с похудитой Где мы увидели этот эффект Мы его посчитали практически аналитически Паразитным образом Но Сдуру пропустили случайно Какая-то очепетка была фактор 2 Потом я его обзор исправил А потом мы очень осуществляли санцем и босинекозом Эти ребята очень хорошо И независимо Решали генетическое уравнение Оно очень жесткое Интегрально-дифференциальное Поскольку интеграл столкновения У нас там зависит от импульса Вот это довольно гадкая работа была И мы получили вот это точное число Потом был обзор и работа неапольской группы Которые получили в точности такое же число На нас сослались А теперь все становятся на них И говорят, что это их эффект Я беден Но тем не менее я так не относился серьезно К этому Вот сейчас это коммуническое число Я может быть на этом остановлюсь А завтра для тех, кто доживет Буду говорить о разных других вещах О вакуумной энергии Ну и еще о чем-то может быть Ладно Все, спасибо